Всем добрый вечер! Мы сегодня говорим, разбираем все нюансы работы с ревайвингом. Меня зовут Наталья Еселевич, я думаю, что мы уже знакомы заочно, с кем-то лично. И пока коллеги присоединяются, пожалуйста, напишите цифру 1, те, кто знает, что такое ревайвинг, вы уже с ним постоянно работаете, вы уже его полюбили, поставьте цифру 1. Тот, кто еще не знаком, хочет попробовать, что-то слышал, много хорошего, поставьте цифру 2. Думаю, здесь, наверное, все равно уже нас знают, компания «Шестое чувство», Тату Релиджиан, производитель ревайвинга, чей создатель Алексей Хвисеня. Я думаю, что вы знакомы и с пигментами «Шестое чувство», и с самим ревайвингом. В общем, кто это все наслышан, но много вопросов, ставит цифру 2. А тот, кто вообще впервые случайно сюда попал, ничего не знает, что такое ревайвинг, то ставьте цифру 3. И я вас прошу сегодня максимально проявлять вашу активность, потому что когда вопросы есть, когда вы даете свои реакции, тем больше хочется, знаете, вот давать, оно сама будет информация лица, это легче всегда и энергетически. Мне это просто интересней будет. Я думаю, такой пройдет у нас взаимообмен. Кратко напишите, пожалуйста, вот я вижу, что что-то слышали, двоек много, да, девчонок? Три, вот классно, что здесь еще совсем новенькие, ничего не слышали. И единичек, пока единичка была одна, то есть кто уже работает, кто хорошо знает. И, пожалуйста, еще мастера, напишите, откуда вы, напишите вашу географию, где вы сейчас находитесь. Я сейчас нахожусь в Москве. Поставьте. Я думаю, что сейчас уже тоже присоединяются. Нужно ли рассказывать обо мне? Я все равно представлюсь. Я представитель Натальи Селевич в компании «Пигментов 6 чувства» в Москве и в Новосибирске. Я владелица сети студий. Мы работаем в Москве и в Новосибирске. И вообще с «Шестым чувством» я работаю уже более пяти лет. Сегодня тема только про ревайвинг, но я думаю, что если сегодня вам понравится и эфир зайдет, то мы обязательно повторим эфиры и на другие темы, и про пигменты обязательно вам тоже еще там, потому что можно долго всего рассказывать интересного. Сегодня у нас много хочется рассказать именно про ревайвинг, да. Вот ревайвинг – это препарат, который отличается от всех методов удаления. И расскажу сегодня, чем он отличается, чем же он так хорош. И, в общем, мы сработаем в моих студиях. У нас в команде более шести мастеров уже более трех лет с ревайвингом. Даже, по-моему, почти четыре уже. Вот с самого момента, как он вышел вообще на рынок. И нам за эти годы он настолько раскрылся. И я сегодня буду рассказывать как раз об этих его положительных сторонах, которые, в принципе, даже таким были огромным приятным опытом. Расскажу немножко про историю создания. Вот. И я думаю, что давайте стоит немножко уже приступить потихонечку, да, можно приступать. То есть мы сегодня разбираем самый щадящий способ эффективного удаления нежелательного татуажа. Он удаляет, не важно какие цвета, он удаляет любые цвета. Вот все, что не видит лазер. То есть бежевый, зеленый, желтый, красный, темный. Ну, то есть и в том числе и темные любые, там, голубые, зеленые. Ревайвинг видит все цвета, ему не важно. И особенно преимущество, да, что он удаляет самые сложные выводимые цвета. Это бежевый, это зеленый и это, я бы сказала, желтый. Он видит их прекрасно, особенно вот диоксид титана. Сегодня я покажу много примеров наглядно, чтобы не быть голословной. И главное, что это все происходит без риска получить минус ткань. То есть после ревайвинга, ревайвинга практически невозможно получить какие-то рубцы. И поэтому одна из причин, что им невозможно сделать минус ткань, но только если мастер на каких-то огромных оборотах и очень травматично будет средство вносить в кожу, да, то есть если он там очень травматично поработает, мы это исключаем, да. А сам состав, то есть он очень деликатный, при этом эффективный. И поэтому, что важно отметить, что заживление у ревайвинга проходит комфортно достаточно и не требует за счет этого, что отсутствует риск получить минус ткань, производитель не рекомендует прям официальное обучение, да, как на некоторые препараты, то есть без обучения вы не сможете на нем работать. Ревайвинг этим и многим мастерам подходит, что если вы поймете, как технику по работе с ним, как с ним работать, все нюансы, то есть он в работе достаточно прост, вы им просто будете работать так же, как и в укладке обычных пигментов в процедуре татуажа. Вот, я думаю, что вы знаете и видели вот эту фотографию. И прежде чем переступить, давайте, наверное, сначала покажу пару, несколько примеров удаления. Вот мы сейчас говорили с вами про диоксид титана. Фотография здесь скрылась. Вот, например, пример удаления зеленых бровей. То есть это была всего лишь одна процедура на возрастной коже. У нас есть в аккаунте и на ютубе, вот в Яселеевиче студии, есть пример видео отзыва, там очень хорошо видно, как за один раз на такой возрастной коже, просто у взрослых женщин обычно медленнее уходит пигмент, и здесь очень здорово всего лишь за одну процедуру ушли вот такие плотные зеленые брови. Яркий пример. Если вы уже сталкивались с удалением зеленых бровей, вы знаете. Вот пример удаления оранжевых бровей, да, то есть мы видим без следов, без последствий, как цвет уходит. Ревайвинг шикарен в удалении губ, то есть он путем высветления, без инверсии цвета, он удаляет. Это все одна процедура. И клиенты, вы знаете, что, например, с лазером работать на губах нельзя, когда мы удаляем, потому что происходит в основном, во всех случаях инверсия цвета и красный цвет на губах становится какого-то серовато-синего оттенка, это ужасное лицо становится по своему виду. Ревайвинг без инверсии цвета раз удаляет и без корок. Потому что именно клиенты отмечают от некоторых составов, бывает, что человек, когда удаляет с губ, ходит с жуткими корками несколько недель, этого ничего с ревайвингом не происходит. Вот пример тоже удаления салатовых бровей, зеленых бровей, как он классно удаляет глубокий микроблейдинг. Вот такой пример. И очень здорово убирает засаженность. Это тоже пример наших коллег. Очень хорошо показывает, как он смягчает оттенки. Ну, я потихонечку тоже буду переходить к примерам. Напишите мне, пожалуйста, цифру 7, тот, кто часто имеет дело с удалением в своей работе. Вот кто работает либо лазером, либо часто. Поставьте цифру 7. Тот, кто еще ни разу не удалял, не видел в своей жизни неудачный татуаж, то есть видит только девственные и юные брови, поставьте цифру 0, пожалуйста. А кто видит засаженность, какие-то неблагополучные оттенки, у кого клиенты приходят на перекрытие, и тот, кто пытается им помочь или хочет это делать, вот напишите, пожалуйста, цифру 7. Мне нужно понять вообще, занимаетесь ли вы. Вы тоже видите в своей работе вот этот трэш, которого сейчас очень много, разные неудачные цвета. Вы все из разных стран. Или это только в России много. Потому что я и в Новосибирске, и в Москве много постоянно встречаем в работе. Мы более 4-х лет уже занимаемся удалением. В Есеревиче студии стоят очень крутые лазеры, многомиллионные. Но я убеждена, что ревайвинг, вот он прям нужен каждому мастеру, потому что без ревайвинга очень много, ну, то есть работы, когда мы не можем справиться. Поэтому ревайвинг такой must-have каждому мастеру татуажа. Вот, очень приятно, вот Маша, Марианна, топ-тату пишет, что идеально, вы ни разу не встречали трэша, вы ни разу не встречали те клиенты, которых нужно спасать, перекрывать или либо удалять. Это вам очень повезло, потому что мы, например, на своей практике очень более 50% случаев сейчас перекрываем, либо удаляем. И у меня такой прогноз, что согласны ли вы, если да, то маякните на экран, что в дальнейшем все-таки идет такая тенденция, что с удалением тот, кто работает, умеет качественно исправить работу, да, без последствий помочь клиенту, то этот мастер все-таки будет более востребован. То есть это более профессиональный уровень у этого мастера. Особенно вот тот, кто работает долго на рынке. Я думаю, что вы согласны со мной. Итак, давайте потихонечку переходим. То есть здесь мы переходим к тому, что зачем же мастеру уметь удалять татуаж? Вот потихонечку, как я уже сказала, что идет тенденция, что будет нежелательный перманент и будет нежелательные оттенки. И также, например, возможность там лазер иметь не каждого дано, и в принципе нет необходимости, потому что здесь, работая с ревайвингом, во-первых, вам не требуется медицинское и диплом, да, врача, например, как дерматолог-венеролог должен работать на лазерах, то здесь гораздо все проще. В работе с ревайвингом специального прям обучения не требуется, то есть если вы опытный мастер, то вам будет легко с ним работать, да, то есть главное понять все нюансы. И чем же он отличается, что такое ревайвинг? То есть вообще ревайвинг создавался для того, чтобы, перевожу дословно, оживлять чернила. Когда вот Алексей сам рассказывал, создатель, это мастер, и если у вас будет возможность попасть на его мастер-классы к основателю компании Tatoo Religion, это мастер с 25-летним опытом в татуировках, в татуаже, Леша создает реально гениальные продукты, что пигмент, что ревайвинг, что аппараты, что машинки. И он задумывал этот препарат именно для того, чтобы была возможность оживить старые чернила. Поэтому, собственно, это слово ревайвинг, оно и состоит. Ревайв и инк, да, оживить пигмент, чернила. И то, что ревайвинг стал удалять, выявили возможность, там, диоксид титана с зеленой, все сложные оттенки, при этом сглаживая кожу, меняю текстуру, вот о ней расскажу позже, именно рубцы как бы оживают после засад, после травматичной работы, убирать эту плотность, это стало таким приятным, огромным бонусом. И что он удаляет, действительно, все оттенки, все цвета. Вот, и в чем же он так хорош, да, то есть, как вы уже поняли, у него отсутствует риск получить минус ткань, и можно работать на веках, и можно работать на губах, но это не значит, да, что мы на глазах, там, смело, как там, заливать можно ревайвинг, нет, все аккуратно, то есть, даже если у вас попадет ревайвинг века, вы сразу же промокнете аккуратненько, потому что многими, например, ревайверами на веках работать нельзя. Далее, ревайвингом можно удалять татуаж с губ, при этом будут отсутствовать яркие какие-то такие тяжелые корочки, когда человек не может, именно клиенты рассказывают, часто они не могут выйти из дома на протяжении там некоторого времени. Человек ведет обычный образ жизни, чуть-чуть у него там ярче, будет в первые дни, это нюансы потом тоже расскажу о постуходе, когда мы дойдем, а так достаточно комфортное заживление, и самое важное, что ревайвингом можно корректировать свои и чужие ошибки. Вот подскажите, пожалуйста, у кого такое было, начинающие мастера, когда к вам приходили на коррекцию, и вы видите, что кончик брови более такой темный, где-то запятнили возможно, поставили такой более темный, плотный, серый, такой засаженность, вот у кого такое было, напишите пожалуйста цифру, давайте 4, вот тот, кто понимает, о чем я говорю. И, например, когда раньше не было ревайвингом, что неужели никто не засаживал, никогда брови и не видел, не допускал таких ошибок, сегодня у нас прям все феи. Вот, членки, поэтому будьте честны, то есть все, и особенно начинающих мастерах, если на возрастной коже, где-то что-то, да, у нас разные нюансы, вот, спасибо за вашу честность, вы понимаете, о чем я. И когда клиент приходит к вам на коррекцию, раньше, например, когда я вспоминаю, не было ревайвинга, это как раз там в начале моей карьеры, кто-то там, да, до сих пор бывает корректором проходит, пытается темнить вокруг, что-то дополнительно, и вот с появлением ревайвинга все стало гораздо проще, поэтому я его называю таким спасением, стирательной резинкой в руках мастера татуажа. Вы, когда приходит, если к вам на коррекцию с засаженным цветом, вы просто берете ревайвинг без разных корректоров и проходите по местам засаженности и отпускаете, то есть вы его внесли, как его вносить, я скажу позже, и отпускаете клиента, через месяц вы увидите, что вот эта засада изнутри как раз уйдет и на поверхности останется мягкий оттенок. Я просто сейчас для наглядности покажу фотографии, очень удачный пример, это одни из наших коллег, вот видите наверху, да, такой плотный засаженный кончик, просто через месяц мы видим, как засада ушла и на поверхности остался вот такой красивый мягкий оттенок, да, то есть он именно высветляется, вот здесь, наверное, будет вам виднее. То же самое, очень хороший пример, это тоже фотография очень классно она передает, это наших коллег, сейчас я ее как раз найду, она была у нас сегодня, она прям очень хорошо показывает, именно как убирать, здесь немножко, видим, такой сероватый оттенок проходит ревайвинг и становится мягким, да, цвет такой приличный, красивый, коричневый, поэтому если такое произошло, вы просто теперь знаете, вы проходите ревайвингом, вот например, друзья, представьте, что ревайвинга бы у вас не было, какие варианты, вы бы там исправляли корректорами еще чем-то первый вариант, потом, например, все равно время проходила, эта серость, она засада и была бы на несколько лет, если бы этот цвет начали корректировать лазером, то этот кончик начал там, возможно, инверсиям и все подряд, и вот за это прежде всего, вот за то, что он убирает вот такие мягкие, деликатно, вот такие засады, ревайвинг огромное количество мастеров любят, вот в этом он точно прям незаменим. заглубление, и очень классно, что ревайвингом можно работать во время коррекции, то есть, например, вот пришел человек к вам с засаженным с одной стороны мир кончиком, а здесь вы добавляете по телу брови, например, все в порядке, добавляете вторую бровь, и уже в конце процедуры вы уже можете, после того, как поработали цветом, на другой зоне, рядышком, вы на лишнем участке, вы кладете ревайвинг туда, либо, например, если у вас концы у клиента выходят прежнего татуажа за формы, да, я думаю, все видели такие четыре брови, и вы можете параллельно с основной процедурой за пределами, да, нового цвета, нового татуажа, вы можете проходить и ревайвингом, то есть, поэтому он такой многогранен. Помимо того, что ревайвингом можно работать и как через месяц по зажившему, да, уже по зажившей коже, так и сразу же после процедуры, то есть, мастера, опять же, здесь, если много новеньких, если новенькие маякните сейчас, если вы здесь, бывает, все мы люди, стрелочку куда-то вы увели, или кончик как-то завалили, что-то там у вас произошло, просто вы нанесите ревайвинг в ту зону, в которую вы хотите, чтоб не прижилась, то место, он не приживется, то есть, поэтому еще такой как вариант, как ластика. Возможно, либо поменять, вот если вы поработали с цветом, вы меняете иглу на новую, да, новую дюзу, если там новый модуль, и проходите чистой иглой по там, где вы ошиблись, ну, либо где вы хотите удалить по этой зоне. Вот, это я вам сказала, что по заглублению, кто понятно про заглубление, вот это основное, что значит, объяснила ли я вам, что значит оживить цвет. Если вы все поняли, пожалуйста, напишите плюсики, что вот эту тему я до вас донесла, потому что до сих пор кто-то задает вопрос, что нужно сразу же резко все прям в ноль убрать, подчистую, то есть, вот ревайвинг, он именно мягко высветляет цвет. Кто все это понял, поставьте, пожалуйста, плюс, и мы переходим дальше. Нюансы в работе. Что нужно знать, когда вы работаете с ревайвингом? Сейчас большая такая тенденция явная прослеживается, когда мастера, да, просто очень поверхностно в основном работают, да, такие легкие воздушные работы сейчас, напыление, да, там разное название у техник, но когда вы просто там единичкой, такие легкие-легкие там поцарапывания в такой технике, мастера напыляют брови, да, например. И когда те мастера, которые привыкли работать более так поверхностно, когда они начинают работать с ревайвингом, бывает, что выясняется, что у них сразу же не получается такой эффект, и поэтому вот сейчас я на этом заостряю внимание, что ревайвинг нужно, когда вы с ним работаете, поскольку он очень деликатно, да, так смягчает цвет, его нужно просто укладывать плотно. То есть если вы привыкли вот так напылять и ревайвинг так пройтись напылить, у вас эффекта явного такого не будет, поэтому его нужно наносить плотно, смело, но это не значит травматично, то есть не глубоко, не нарушая работу сосудов, да, то есть нам, мы работаем деликатно, потому что когда вы работаете с удалением, я не знаю ваше оборудование, я не знаю ваши руки, я не знаю ваш темперамент, да, как вы работаете, но у нас есть чат, например, в Телеграме, там более, почти 600 мастеров уже, да, и вы мне кидаете работы травматичные, то есть я не знаю, девчонки, да, ваши руки, ваше оборудование, мы лично там, вы никто у нас не учился, ну, точнее бывает, что в основном вы у нас не учились, и я не знаю, на чем вы работаете, и поэтому, что я заметила, что те мастера, которые привыкли работать поверхностно или на более таких высоких скоростях, например, то, пожалуйста, имейте в виду, что когда вы начнете удалять, с этой кожи надо будет потом работать дальше, и берегите, пожалуйста, кожу максимально ваших клиентов. Если вы уже начали работать с перекрытием, вы понимаете, что когда кожа с предысторией, уже на ней не так укладывается и пигмент, и цвет, и поэтому, когда вы удаляете брови, пожалуйста, будьте вообще деликатны, вот, и поэтому вам нужно вносить ревайвинг смело, плотно, но не травматично. С покойными движениями у нас есть видео на моем ютуб канале, если вы зайдете, если Левич Наталья, есть видео, и в чате мы тоже это видео скидываем, просто его записала, процедуру ревайвинг, да, там показано, что плотненько, спокойно, в один плотный проход вы его укладываете, и все. На что мы ориентируемся? Поскольку, поскольку, когда вы начинаете работать с ревайвингом, он чаще всего в начале, он такой прозрачный и не видно, да, как цветом работаешь, а сколько вы уложили. Я, например, и многие вот наши коллеги уже ориентируетесь просто на такое ощущение, у всех по-разному, но в основном это ощущение такого тепла, легкого жжения, клиент может немножко спустя, там, через 5 минут он почувствует. Вот вам главное уложить ревайвинг, сам препарат, до слоя, до того места, где залегает пигмент. То есть, если совсем поверхностно, то есть, не будет никаких тепловых ощущений, это значит, еще нужно работать поплотнее, и вот, поэтому вот этот важный нюанс, вы проходите плотно, смело, но не травматично. Кто понял, полайкайте по экрану, я пойму, что я до вас это донесла. Конечно, через прямой эфир вот так общением это сделать сложно, но опять же, говорю в Телеграме, на Ютубе, вы обязательно посмотрите, пожалуйста, видео, в Телеграме все еще раз, мы там много все это обсуждали, и мастера мы обмениваемся опытом, кто еще не в чате, в конце эфира я расскажу вам, как в него попасть. Вот, и поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали, главное, да? Я надеюсь, здесь думающие мастера, и вообще как-то по моей практике, что вот работать на шестом чувстве, мастера думающие деликатные должны быть вот в основном здесь, кто проявляет интерес к этим стабильным пигментам. Дальше, девчонки, по поводу следующего нюанса важного в работе с ревайлингом, это обязательно нужно его взбалтывать, обязательно, то есть когда вы прям очень хорошо, когда больше половины вы уже расходовали, обязательно всегда прям каждый раз хорошо взбалтываете, это два. И сейчас очень классная новая упаковка у ревайлинга, она в квадратной такой, сейчас очень стильная, но уже давно достаточно, уже по-моему почти полгода, ревайлинг сейчас в новой мягкой красивой упаковке в квадратной, вот в такой, да, и поэтому сработать с ним стало еще комфортней. Возможно в процессе, когда вы вносите ревайлинг, легкое побеление, оно должно быть, да, когда вы укладываете плотно, у клиента просто будет немножко зона удаления белеть, сам состав, когда будет оставаться, вот это значит вы много, классно его укладываете. Вокруг, конечно же, допустимо покраснение, как правило, эта гиперемия проходит там в течение пары часов, это вы не переживайте, и потом повторяем процедуру спустя примерно месяц. Ну все то же самое, как при процедуре татуажа. Следующий нюанс, что, как я уже сказала, можно использовать сразу же после процедуры в том числе, то есть либо через месяц, либо через, вот сразу же в моменте, потому что иногда пишут, звонят клиенты, да, кто сделал неудачно, через неделю хотят прийти, мастера пишут, а можно через две недели я удалю. Нельзя, ждем, выжидаем этот период. И просто, как я уже сказала, да, вот важный пункт, что с ним работать гораздо спокойнее, когда он у вас есть. Примеры удаления я вам сегодня показала. давайте еще раз, да, пробежимся по губам, то есть вот, как просто деликатно он высветляет этот цвет. И еще есть очень классные у ревайвинга возможности дополнительные. Эти уже процедуры я рекомендую делать тем мастерам, кто уже знает, видел результаты удаления ревайвинга, кто уже понял, как его вносить поверхностно плотно, то есть не, если не так, что вы только-только начали работать, и сразу же переходить к вот этой возможности, которую я показываю. Смотрите, что ревайвингом еще возможно. Это удаление пигментных пятен. Почему я именно обращаю внимание, что это уже для опытных мастеров, кто работает с ревайвингом, потому что все-таки вы уже должны ощущать поверхность, ощущение кожи у вас должно быть, сколько вносить, потому что если начинающий мастер, который еще пока работает травматично, начнет работать сразу же с пигментацией, есть риск получить посттравматичную пигментацию, чтобы вот таких случаев не было, я все-таки убеждена, что работать нужно с пигментацией тому мастеру, кто уже имеет результаты работы с ревайвингом в татуажа. И вот эта возможность, очень классно, смотрите, пример, это удаление пигментных пятен, потому что это самое сложное в косметологии, это дополнительные такие возможности ревайвинга. И вот этот случай, смотрите, здесь вот это пятно спустя 8 месяцев. Если вы спросите у любого косметолога, просто у нас, Васильевич, в студии есть косметологи и дерматовенерологи, лечение пигментации, это всегда одно из самых сложных таких случаев, да, у пациентов. И пигментация, то есть или лазером, либо там какими-то пилингами она может возвращаться. Здесь вот через 8 месяцев точечно, очень деликатно проходим ревайвингом, и вот спустя это просто мы экспериментировали тоже на наших девчонки модели, кто клиенты, мы пробовали, и вот девушка, помню, прилетела с другой стороны, и вот она вернулась через 8 месяцев, и вот пятна так и не было, видите, то есть он не возвращается. Но опять же все индивидуально. Вот, но только вы поняли, да, что работаем опытно. Естественно, у ревайвинга есть все соответствующие документы, это абсолютно все. Как заказать, вы уже знаете. И сейчас вот давайте слайд. Уход после процедуры. Уход после процедуры достаточно простой, то есть когда вы проработали, вот все как при перманенте по сути, что мы исключаем распаривание, размачивание, баня, солнце активное, да, там, зону бережен, зону удаления. Далее клиент, естественно, не пользуется декоративной косметикой в зоне бровей, то есть ни гели, там, ни тонально, ничего, чтобы не попадало. Она наносит тонким слоем вазелин в течение пяти дней или средства на его основе, то есть тоненьким слоем пять дней вазелин, все. Потом примерно на пятый, шестой день мочить можно, размачивать нельзя, да, то есть она приходит обязательно после процедуры умылась, с мылом хорошо промыла, например, и потом просто, ну как обычно, то есть наносит просто вазелин и меньше, тут трогает свои брови, там, или губы, или веки, что вы удаляли. Я на вопросы сейчас позже чуть-чуть отвечу. Вот я вижу, что вы пишете, это классно. Смотрите, дальше, по поводу ухода. Если все отшелушится вот на пятый, шестой день, потом, пожалуйста, она может подкрашивать до следующей процедуры удаления. И что может произойти в первые пять дней, чтобы вы не удивлялись, и клиентов предупредить. Если вы удаляете татуаж с губ, первые несколько дней цвет на губах может казаться ярче клиентам, чтобы они просто не удивлялись. Пигмент по-разному, во-первых, сам состав краски, да, у всех разный. То есть может пигмент, если вы розовый были, он будет ярко-розовый, там, несколько дней. Иногда такое происходит, чтобы у клиентов предупреждали. Она не паникует, она знает, что у нее просто потом отшелушится, там, на третий-четвертый день, и все. Бывает покраснение, если, например, клиент, вы когда удаляли ревайвингом, и мы, возможно, травматично где-то работали, и если там много было жидкости, лимфа выходила, и она не промокнула, какие-то корки будут. Поэтому обязательно через два часа вы смываете зону удаления, чтобы никаких там ни корок, ничего, все деликатно. Если вы будете работать поверхностно, не нарушая работу сосудов, то и заживление будет, конечно, очень комфортным. Это тоже важно учитывать. Про пост-уход, по-моему, я рассказала все. То есть если у вас остался вопрос по поводу пост-ухода, вы, пожалуйста, его задайте. Что еще было непонятным? И я сейчас, когда дойду до ваших вопросов, я вернусь. Вот. Дальше, девчонки, смотрите по поводу. Хотела сейчас вам рассказать, как же попасть в чат. Все на самом деле просто. У нас есть чат каждый день, у нас есть с вами онлайн-поддержка, любые вопросы по выбору пигментов, по нюансам, если там по ревайвингу, тому же обязательно вы задавайте. Вы напишите сейчас в личку хочу вот сюда в аккаунт 6 чувства, напишите хочу в чат и хочу чек-лист. Чек-лист мы вам скинем по подбору пигментов и скинем ссылку на бесплатный чат, где общаются почти 600 мастеров. Мы помогаем вас и поддерживаем. Поэтому обязательно, кто еще не в чате, приходите. Я вас буду там поддерживать сама. Вот. Я вам буду отвечать. И по поводу тоже пигментов, по заказу пигментов, да, вы тоже можете в дирекцию писать. Наши менеджеры, Светлана, девчонки, очень оперативно всегда стараемся отвечать. Доставка до двери онлайн, есть самовывоз и в Москве, и в Новосибирске. И можно через сайт. И отправляем не только по России, отправляем и в любые, почти, кроме Украины, кроме Белоруссии и Казахстана. Мы отправляем почти в любые страны. Это тоже можно. Пожалуйста, не сюда, а пишите хочу в чат в личку, потому что прямой эфир, он не останется, и мы не увидим, кто. Просто напишите, пожалуйста, в директ. Итак, я потихонечку сейчас прочитаю ваши вопросы. Вопросы, вопросы. Москва, Саратов, Латвия сегодня. Виктория Подалова, тоже наша коллега-представитель Владикавказа. Вика, привет! Я сама засадила новичок, вот. И поэтому, если вы засадили, вы знаете уже, что такое, у вас получился хороший опыт, и вы знаете теперь, главное, как его исправить. Удалила, засады остались, может, неправильно. Смелее, просто вам нужно немножко посмелее. Эфир, я надеюсь, да, запись останется. Зеленый оттенок не уходит. Ну, я сейчас вам показала несколько примеров шикарных удаления зеленого. Ревайвинг, с ревайвингом все уходит. Вот, кстати, тоже пример. Вот смотрите, как выглядит сразу же после процедуры, как раз, кстати, зеленые брови. То есть после процедуры такое легкое немножко побеление вокруг легкой гиперемии. Вот, смотрите, салатовые брови за один раз. Вот вы видите, как после процедуры побеление такое, плотно уложен сам ревайвинг. Вот это, это хорошо, когда оно есть. И через месяц мы видим сложно удаляемый цвет салатовый, он замечательно ушел. Вот еще пример удаления зеленых бровей. Кстати, вот этот случай очень интересен тем, что эта клиентка, нас нашел муж этой клиентки, они потратили 60 тысяч на удаление. Есть, знаете, такой лазер, самый дорогой вообще, который есть лазер, там процедура удаления стоит 10 тысяч рублей. Они ходили 6 раз, и вот этот зеленый цвет, он стоял, они удаляли. И вот они пришли, сделали ревайвинг, и вот эта фотография на второй раз, перед вторым разом. И муж написал такие оды, говорит, я уже 60 тысяч потратил, а здесь он потратил там 3 с чем-то тысячи рублей, и он ура, аллилуйя. Вот этот вот случай такой был вдохновляющий у нас, мне он запомнился. Когда муж сам рассказал ту историю, что он в итоге понял, что что-то тут не то. Деньги тратят, а ничего не удаляется. Далее вопросы. Зеленый цвет я вам показала, да, еще раз так удаляется. Так, были еще вопросы. Какими движения работать с ревайвингом и какой иглой? Рекомендованная все-таки игла самим создателям, это игла 3RL. Я знаю, что некоторые мастера ревайвингом работают и единичкой, но опять же, несмотря какая заточка иглы, какая единичка, да, какой диаметр. То есть, если единичка будет, например, сама потолще, может быть она там сороковка, тридцатка, какая-то не лонгтейпер, а медиум или шот как вариант, но лучше трешкой, начинайте с трешки спокойными, медленными, такими неразмашистыми движениями. И в принципе, на ютубе я показывала основное, основной процесс там будет достаточно понятно. Потому что у нас в чате выкладывают мастера, кто у нас заказывает ревайвинг, делятся результатами и прям уже с первого раза у девчонок все хорошо получается, все уходит. Можно поподробнее по работе с пигментацией, есть ли разница? Здесь надо более еще деликатней, поскольку это лицо, поскольку это человек и так склонен к пигментации. А если вы, то есть лучше работать, естественно, без анестезии, очень поверхностно, немножко, очень деликатно и отпускайте. Поэтому я еще раз заостряю внимание, чтобы работали с пигментацией те мастера, которые уже получили опыт, хорошее удаление татуажа. А потом уже, чтобы вы смогли, я вам показала возможности. И очень кстати, вот что я забыла вам сказать. Шикарное преимущество ревайвинга в том, что он сглаживает рубцы. То есть при всей, при вот этих огромной телеге плюсов ревайвинга, он сглаживает рубцы. Почему? Кстати, при, это отмечено при работе с микроблейдингом. С микроблейдингом. Кто удалял микроблейдинг? Напишите, пожалуйста, восьмерки. Особенно, если есть кто-то, может, здесь лазером, если вы, просто мы удаляли до ревайвинга много микроблейдинга, и он всегда уходит хуже. Потому что краска, как бы, немножко закапсулирована в микро, в микро, в микро, там, бывает и не микро, если это очень глубокий, да, такой травматичный. В рубце. У лазера принцип, он измельчает пигмент, саму частичку краски, на мелкие, да, дробит ее, и организм выводит. А поскольку краска сидит в микро, вот в этом микро рубце, пигменту некуда выйти. И микроблейдинг лазером удаляется, ну, вообще, очень сложно им удалить. Только происходит инверсия цвета. А вот ревайвинг однозначно идеально подходит для удаления микроблейдинга, потому что он размягчает, сглаживает, вот это изменяет текстуру кожи, и он помогает заживлению кожи, и он убирает эти рубцы. И мы, когда начали работать, вот тогда еще, там, 3, почти 4 года назад с ревайвингом, мы это заметили, и всегда теперь, когда приходит микроблейдинг такой прям активный, темный, мы всегда начинаем с ревайвинга. И, в принципе, очень много идем именно на ревайвингом. В составе, то есть он там меняет, то есть сам состав, это, конечно, к производителю, если будет у вас возможность. Я не химик, вот мне это, честно, не интересно. То есть я вижу результаты. Когда мы выбирали, на чем работать, удалять, например, я всегда просила, покажите мне удаление бежевого, покажите мне удаление зеленого. Результаты я практически не, ну, я вообще не видела таких результатов. Я видела либо много рубцов после ремуверов агрессивных, действительно, когда прям были и атрофические группцы разные, там, и гипертрофические, вот прям такие шрамы, покраснение кожи. Я боялась, я не лезла в работу так более с агрессивными такими, да, средствами. При этом эффекта я не видела, покажите мне зеленый, как ушел. А здесь я вижу, как удаляются все цвета. И поэтому мне даже, во-первых, мне сейчас часто не надо меня спрашивать, Наталья, как вы относитесь к такому-то. Я говорю субъективно свой опыт. Я не хочу ничего сейчас пробовать, потому что меня все устраивает. Клиентам раз комфортно, я вижу, как уходят эти сложно удаляемые цвета. Я знаю, что невозможно сделать минус ткань, а наоборот смягчить кожу. И смысл я даже не хочу. Если только Алексей что-то создаст прям, что-то там новое, то тогда я что-то попробую. Сейчас нет, меня вообще абсолютно все устраивает. Вот. Поэтому это состав такой. То есть он там помогает как-то заживать фибропластом. Ну, фибропластом, возможно. И это мы заметили. И сейчас, работая с ореолами, например, то есть я уже опытный, да, мастер, я вижу, как работает ревайвинг. Работая с ореолами, иногда, когда женщина приходит, мы даже ревайвингом проходим по ореолам, по рубцам. И она приходит через месяц, у нее не мягче. Тут надо, опять же, только опытный мастерам, кто уже работает с ореолами. И кое-какие места она может реально ревайвинг сглаживать. То есть вот так вот именно в работе он раскрывается. И когда ты начинаешь помогать людям, действительно раскрываются такие рамки, и ты можешь там гораздо шире людям предложить и услуги, и помощь. И это классно. То есть поэтому создавался, конечно, ревайвинг не для работы с ореолами, но это такое, мне кажется, уже дополнительная возможность то, что с пигментацией, что вот с этими вещами. Вот здесь, кстати, хорошая фотография. Тут немножко я закрываю свои фотографии тут по размеру. В следующий раз изменим к эфиру. Вот там был очень случай такой тяжелый, с микроблейдингом очень таким засаженным. Так, друзья, вот были еще вопросы, про пигментацию ответила. Состав весь на упаковке, срок годности, когда вы скрываете, там два года срок годности, весь состав на упаковке, я там много разных оксидов, я сама не химик. Пожалуйста, мы можем вам отправить состав, если вы разбираетесь прямо настолько в химии, может вам будет полезно, пожалуйста, мы вам можем скинуть это все без проблем. Сколько процедур удаления показанного, например, пигментного вида? Одна, девчонки. Это все фотографии после одной процедуры. Можно работать с анестезией. Это такой вопрос, лучше без. Вот поскольку вы еще не начинающий, без анестезии вы лучше ориентируетесь на глубину кожи. Вот это ощущение, когда у человека появятся тепловые, немножко жжение такое, это нормально в течение десяти минут. Поэтому лучше все-таки я советую без анестезии и сам производитель тоже. Ну, это вы смотрите от региона, от клиентов, как вы привыкли. За счет чего сглажь трубциты? Я сказала, сохранится ли эфир? Да, я надеюсь, что я сейчас его сохраню. Ну, все, коллеги, если у вас вопросов нет, я надеюсь, что я сегодня вам сполна поделилась своим опытом, своей любовью. Я реваю венки реально могу говорить очень долго. Потому что приятно, когда ты можешь помочь людям. И вы потом со временем научитесь определять. Но мы, естественно, не даем на консультации. Это невозможно сделать, когда к вам первый раз клиент пришел. Пообещать, за сколько раз он уйдет. Потому что удаление – это такой процесс, потому что зависит от глубины, где лежит пигмент, от кожи человека, от ее обменных процессов, от качества. Вы же, бывает, не знаете. И чаще всего мы не знаем, какой пигмент, какой пигмент, как он будет уходить. Поэтому первая процедура, как я всегда говорю, она покажет. Не обещайте клиентам, сейчас я за раз там все вам удалю. Поэтому делайте свое дело, пожалуйста, качественно. Качественно и… Вот я хотела, у меня есть слайдик. Вот, вы пишите, обязательно помним, в директ напишите «хочу в чат» и «хочу в чек-лист». Мы вам их отправим бесплатно, естественно, все. И вы, пожалуйста… Вот я хотела вам слайд поставить. Будьте профессионалами. Чтобы вообще не приходилось ни после вас удалять, ни вам своей работы не приходилось удалять. Так, еще два вопроса. Три игла, какие движения? Девочки, у меня все на ютубе, посмотреть примерно можно. Ну, как в работе трешкой? Как и один или другие? Посмотрите, пожалуйста, видео. Я не знаю, как вы работаете один. Здравствуйте, не успела на эфир? Вы посмотрите, пожалуйста, тоже… Посмотрите, пожалуйста… На ютубе находите «ревайвинг». Наталья Ясилевич, у меня есть видео. Или напишите в чат в Телеграме. Это видео там тоже мы периодически кидаем. Когда новые мастера появляются, задавайте там тоже свои вопросы. Более спокойно, так плотненько вы его научитесь вносить. Ну что, я вам желаю роста. Я желаю так, чтобы вы не удаляли ваши зажившие работы. Я рада, что вы проявляете свою активность на эфирах. Девчонки, не здесь. Пожалуйста, в директ пишите «хочу в чат», потому что по эфиру не будет никто переписывать ваши ники по аватаркам. В директ, пожалуйста, пишем «хочу в чат». И если вам такая традиция понравится, выходить в прямой эфир и рассказывать про другие продукты компании, то, конечно, с удовольствием поделюсь опытом. Я думаю, что в следующий эфир напишите, наверное, под последним постом, какую тему вы бы хотели послушать в следующий раз. И впечатления об эфире, если вы напишите сегодня под последним постом, где фотография «ревайвинг», обратную связь, мне будет очень приятно. И так я пойму, что это действительно нужно, и мы будем чаще делать такие эфиры у нас здесь в аккаунте. Так что все, пишите нашим менеджерам, поможем по подбору пигментов, по материалам, по работе с «ревайвингом» обязательно. Я вас всех благодарю за внимание, за вашу активность, что вы были с нами сегодняшний вечер. Будьте профессионалами и до встречи, в общем, в чате, в инстаграме и на ютубе. И опять же все, прощаюсь, будьте профессионалами. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока. Всем привет, кто смотрит эфир в записи. Я надеюсь, что запись сохранится. Инстаграм даст ее сохранить. Всем добрый вечер. Сейчас пару минут подождем. Все-таки я подготовила презентацию, и буквы все-таки фотография закрывает. Мы сегодня будем говорить на очень интересную тему, которая актуальна для сотен мастеров. Вы постоянно нам пишите вопросы, задаете. И я поняла, что эта тема актуальна. Мы сегодня говорим, разбираем все нюансы работы с «ревайвингом». Меня зовут Наталья Еселевич. Я думаю, что мы уже знакомы заочно, с кем-то лично. И пока коллеги присоединяются, пожалуйста, напишите цифру 1, те, кто знает, что такое «ревайвинг». Вы уже с ним постоянно работаете, вы уже его полюбили. Поставьте цифру 1. Тот, кто еще не знаком, хочет попробовать, что-то слышал, много хорошего, поставьте цифру 2. А тот, ну, думаю, здесь, наверное, все равно уже нас знает, да, компания «Шестое чувство», Тату Релиджин, производитель «ревайвинга», да, чей создатель Алексей Хрисеня. Я думаю, что вы знакомы и с пигментами «Шестое чувство», и с самим «ревайвингом». В общем, кто это все наслышан, но много вопросов, ставит цифру 2. А тот, кто вообще впервые случайно сюда попал, ничего не знает, что такое «ревайвинг», то ставьте цифру 3. И я вас прошу сегодня максимально проявлять вашу активность, потому что, когда вопросы есть, когда вы даете свои реакции, тем больше хочется, знаете, вот давать. Оно сама будет информация лица, это легче всегда и энергетически. Мне это просто интересней будет. Я думаю, такой пройдет у нас взаимообмен. Кратко напишите, пожалуйста. Вот я вижу, что что-то слышали. Двоек много, да, девчонок? Три вот классно, что здесь еще совсем новенькие ничего не слышали. И единичек, пока единичка была одна. То есть кто уже работает, кто хорошо знает. И, пожалуйста, еще мастера, напишите, откуда вы, напишите вашу географию, где вы сейчас находитесь. Я сейчас нахожусь в Москве. Поставьте. Я думаю, что сейчас уже тоже присоединяются. Нужно ли рассказывать обо мне? Я все равно представлюсь. Я представитель Наталья Еселевич в компании «Пигментов 6 чувства» в Москве и в Новосибирске. Я владелица сети студий. Мы работаем в Москве и в Новосибирске. И вообще с «Шестым чувством» я работаю уже более пяти лет. Сегодня тема только про ревайвинг. Но я думаю, что если сегодня вам понравится и эфир зайдет, то мы обязательно повторим эфиры и на другие темы, и про пигменты обязательно вам тоже еще там, потому что можно долго всего рассказывать интересного. Сегодня у нас много хочется рассказать именно про ревайвинг. Ревайвинг – это препарат, который отличается от всех методов удаления. И расскажу сегодня, чем он отличается, чем же он так хорош. И, в общем, мы сработаем в моих студиях. У нас в команде более шести мастеров уже более трех лет с ревайвингом. Даже, по-моему, почти четыре уже. Вот с самого момента, как он вышел вообще на рынок. И нам за эти годы он настолько раскрылся. И я сегодня буду рассказывать как раз об этих его положительных сторонах, которые, в принципе, даже таким были огромным приятным опытом. Расскажу немножко про историю создания. Вот. И я думаю, что давайте стоит немножко уже приступить потихонечку. Куда можно приступать? То есть мы сегодня разбираем самый щадящий способ эффективного удаления нежелательного татуажа. Он удаляет, не важно какие цвета, он удаляет любые цвета. Вот все, что не видит лазер. То есть бежевый, зеленый, желтый, красный, темный. То есть и в том числе и темные любые, там голубые, зеленые. Ревайвинг видит все цвета, ему не важно. И особенно преимущество, да, что он удаляет самые сложные выводимые цвета, это бежевый, это зеленый и это, я бы сказала, желтый. Он видит их прекрасно, особенно вот диоксид титана. Сегодня я покажу много примеров наглядно, чтобы не быть голословной. И главное, что это все происходит без риска получить минус ткань. То есть после ревайвинга, ревайвинга практически невозможно получить какие-то рубцы. И поэтому одна из причин, что им невозможно сделать минус ткань, но только если мастер на каких-то огромных оборотах и очень травматично будет средство вносить в кожу, то есть если он там очень травматично поработает, мы это исключаем. А сам состав, то есть он очень деликатный, при этом эффективный. И поэтому, что важно отметить, что заживление у ревайвинга проходит комфортно достаточно и не требует за счет этого, что отсутствует риск получить минус ткань, производитель не рекомендует прям официальное обучение, да, как на некоторые препараты, то есть без обучения вы не сможете на нем работать. Этим и многим мастерам подходит, что если вы поймете как технику по работе с ним, как с ним работать, все нюансы, то есть он в работе достаточно прост, вы им просто будете работать так же, как и в укладке обычных пигментов в процедуре татуажа. Вот, я думаю, что вы знаете и видели вот эту фотографию. И прежде чем переступить, давайте, наверное, сначала покажу пару, несколько примеров удаления. Вот мы сейчас говорили с вами про диоксид титана. Фотография здесь скрылась. Вот, например, пример удаления зеленых бровей. То есть это была всего лишь одна процедура на возрастной коже. У нас есть в аккаунте и на ютубе, вот в Веселевиче студии, есть пример видео отзыва. Там очень хорошо видно, как за один раз на такой возрастной коже, просто у взрослых женщин обычно медленнее уходит пигмент. И здесь очень здорово, всего лишь за одну процедуру ушли вот такие плотные зеленые брови. Яркий пример. Если вы уже сталкивались с удалением зеленых бровей, вы знаете. Вот пример удаления оранжевых бровей. То есть мы видим без следов, без последствий, как цвет уходит. Ревайвинг шикарен в удалении губ. То есть он путем высветления без инверсии цвета он удаляет. Это все одна процедура. И клиенты, вы знаете, что, например, с лазером работать на губах нельзя, когда мы удаляем, потому что происходит в основном во всех случаях инверсия цвета и красный цвет на губах становится какого-то серовато-синего оттенка. Это ужасное лицо становится по своему виду. Ревайвинг без инверсии цвета раз удаляет и без коррак. Потому что именно клиенты отмечают от некоторых составов. Бывает, что человек, когда удаляет с губ, ходит с жуткими корками несколько недель. Этого ничего с ревайвингом не происходит. Вот пример тоже удаления салатовых бровей, зеленых бровей. Как он классно удаляет глубокий микроблейдинг. Вот такой пример. И очень здорово убирает засаженность. Это тоже пример наших коллег. Очень хорошо показывает, как он смягчает оттенки. Ну, я потихонечку тоже буду переходить к примерам. Напишите мне, пожалуйста, цифру 7. Тот, кто часто имеет дело с удалением в своей работе. Вот кто работает либо лазером, либо часто. Поставьте цифру 7. Тот, кто еще ни разу не удалял, не видел в своей жизни неудачный татуаж. То есть видит только девственные и юные брови. Поставьте цифру 0, пожалуйста. А кто видит засаженность, какие-то неблагополучные оттенки. У кого клиенты приходят на перекрытие. И тот, кто пытается им помочь или хочет это делать. Вот напишите, пожалуйста, цифру 7. Мне нужно понять, вообще занимаетесь ли вы. Вы тоже видите в своей работе вот этот трэш, которого сейчас очень много. Разные неудачные цвета. Вы все из разных стран. Или это только в России много. Потому что я и в Новосибирске, и в Москве много постоянно встречаем в работе. Мы более четырех лет уже занимаемся удалением. В Ясилеевиче студии стоят очень крутые лазеры. Многомиллионные. Но я убеждена, что ревайвинг, вот он прям нужен каждому мастеру. Потому что без ревайвинга очень много работы, когда мы не можем справиться. Поэтому ревайвинг такой must have каждому мастеру татуажа. Вот. Очень приятно. Вот Маша Марианна топ тату пишет, что идеально. Вы ни разу не встречали трэша. Вы ни разу не встречали те клиенты, которых нужно спасать, перекрывать и либо удалять. Это вам очень повезло. Потому что мы, например, на своей практике более 50% случаев сейчас перекрываем, либо удаляем. У меня такой прогноз, что согласны ли вы, если да, то маякните на экран, что в дальнейшем все-таки идет такая тенденция, что с удалением тот, кто работает, умеет качественно исправить работу без последствий, помочь клиенту, то этот мастер все-таки будет более востребован. То есть это более профессиональный уровень у этого мастера. Особенно вот тот, кто работает долго на рынке. Я думаю, что вы согласны со мной. Итак, давайте потихонечку переходим. То есть здесь мы переходим к тому, что зачем же мастеру уметь удалять татуаж. Вот потихонечку, как я уже сказала, что идет тенденция, что будет нежелательный перманент и будет нежелательные оттенки. И также, например, возможность лазер иметь не каждого дано и, в принципе, нет необходимости, потому что здесь, работая с ревайвингом, во-первых, вам не требуется медицинская и диплом врача, например, как дерматолог-венеролог должен работать на лазерах. То есть здесь гораздо все проще. В работе с ревайвингом специального прям обучения не требуется. То есть если вы опытный мастер, то вам будет легко с ним работать. То есть главное понять все нюансы. И чем же он отличается, что такое ревайвинг? То есть вообще ревайвинг создавался для того, чтобы, перевожу дословно, оживлять чернила. Когда вот Алексей сам рассказывал, создатель, это мастер, и если у вас будет возможность попасть на его мастер-классы к основателю компании Tatoo Religion, это мастер с 25-летним опытом в татуировках, в татуаже, Леша создает реально гениальные продукты, что пигмент, что ревайвинг, что аппараты, что машинки. И он задумывал этот препарат именно для того, чтобы была возможность оживить старые чернила. Поэтому, собственно, это слово ревайвинг, оно и состоит, ревайв и инк, оживить пигмент, чернила. И то, что ревайвинг стал удалять, выявили возможность диоксид титана, зеленые, всесложные оттенки, при этом сглаживая кожу, меняя текстуру, о ней расскажу позже. Именно рубцы оживают после засад, после травматичной работы. Убирать эту плотность, это стало таким приятным, огромным бонусом, и что он удаляет действительно все оттенки, все цвета. Вот, и в чем же он так хорош, да? То есть, как вы уже поняли, у него отсутствует риск получить минус ткань, и можно работать на веках, и можно работать на губах. Но это не значит, да, что мы на глазах там смело как-то заливать можно ревайвинг, нет, все аккуратно. То есть, даже если у вас попадет ревайвинг века, вы сразу же промокнете аккуратненько, потому что многими, например, лимоверами на веках работать нельзя. Далее, ревайвингом можно удалять татуаж с губ, при этом будут отсутствовать яркие какие-то такие тяжелые корочки, когда человек не может, именно как клиент рассказывает, часто они не могут выйти из дома. На протяжении там некоторого времени. Человек ведет обычный образ жизни. Чуть-чуть у него там ярче будет в первые дни, это нюансы потом тоже расскажу о постуходе, когда мы дойдем. А так достаточно комфортное заживление. И самое важное, что ревайвингом можно корректировать свои и чужие ошибки. Вот подскажите, пожалуйста, у кого такое было, начинающие мастера, когда к вам приходили на коррекцию, и вы видите, что кончик брови более такой темный, где-то запятнили, возможно, поставили такой более темный, плотный, серый, такой засаженность. Вот у кого такое было? Напишите, пожалуйста, цифру, давайте 4, вот тот, кто понимает, о чем я говорю. И, например, когда раньше не было ревайвинга, что неужели никто не засаживал никогда брови и не видел, не допускал таких ошибок? Сегодня у нас прям все феи. Вот, черенки, поэтому будьте честны, то есть все, и особенно начинающих мастерах, если на возрастной коже, где-то что-то, да, у нас разные нюансы, вот, спасибо за вашу честность, вы понимаете, о чем я. И когда клиент приходит к вам на коррекцию, раньше, например, когда я вспоминаю, не было ревайвинга, это как раз там в начале моей карьеры, кто-то там, да, до сих пор бывает, корректором проходит, пытается темнить вокруг, что-то дополнительно. И вот с появлением ревайвинга все стало гораздо проще, поэтому я его называю таким спасением, стирательной резинкой в руках мастера татуажа. Вы, когда приходит, если к вам на коррекцию, засаженный, засаженным цветом, вы просто берете ревайвинг без разных корректоров и проходите по местам засаженностей. И отпускаете, то есть вы его внесли, как его вносить, я скажу позже, и отпускаете клиента, через месяц вы увидите, что вот эта засада изнутри как раз уйдет и на поверхности останется мягкий оттенок. Я просто сейчас для наглядности покажу фотографии, очень удачный пример, это одни из наших коллег, вот видите наверху, да, такой плотный засаженный кончик, просто через месяц мы видим, как засада ушла и на поверхности остался вот такой красивый мягкий оттенок, да, то есть он именно высветляется. Вот здесь, наверное, будет вам виднее. То же самое, очень хороший пример, это тоже фотография очень классно она передает, это наших коллег. Сейчас я ее как раз найду, она была у нас сегодня, она прям очень хорошо показывает именно как убирать. Здесь немножко, видим, такой сероватый оттенок проходит ревайвинг и становится мягким, да, цвет такой приличный, красивый, коричневый. Поэтому, если такое произошло, вы просто теперь знаете, вы проходите ревайвингом. Вот, например, друзья, представьте, что ревайвинга бы у вас не было. Какие варианты? Вы бы там исправляли корректорами еще чем-то первый вариант, потом, например, все равно время проходила эта серость, она засада и была бы на несколько лет. Если бы этот цвет начали корректировать лазером, то этот кончик начал там, возможно, инверсиями все подряд. И вот за это прежде всего, вот за то, что он убирает вот такие мягкие, деликатно вот такие засады, ревайвинг, огромное количество мастеров любят. Вот в этом он точно прям незаменим. Заглубление. И очень классно, что ревайвингом можно работать во время коррекции. То есть, например, вот пришел человек к вам с засаженным с одной стороны номер кончиком, а здесь вы добавляете по телу брови, например, все в порядке, добавляете вторую бровь. И уже в конце процедуры вы уже можете, после того, как поработали цветом, на другой зоне, рядышком, вы на лишнем участке, вы кладете ревайвинг туда. Либо, например, если у вас концы, у клиента выходят прежнего татуажа за формы, да, я думаю, все видели такие четыре брови. И вы можете параллельно с основной процедурой за пределами, да, нового цвета, нового татуажа, вы можете проходить и ревайвингом. То есть, поэтому он такой многогранен. Помимо того, что ревайвингом можно работать и как через месяц по зажившему, да, уже по зажившей коже, так и сразу же после процедуры. То есть, мастера, опять же, здесь, если много новеньких, если новенькие маякните сейчас, если вы здесь, бывает, все мы люди, стрелочку куда-то вы увели, или кончик как-то завалили, что-то там у вас произошло, просто вы нанесите ревайвинг в ту зону, в которую вы хотите, чтобы не прижилась, то место, он не приживется. То есть, поэтому еще такой, как вариант, как ластика. Возможно, либо поменять, вот если вы поработали с цветом, вы меняете иглу на новую, да, новую дюзу, если там, в новый модуль, и проходите чистой иглой по там, где вы ошиблись, ну, либо где вы хотите удалить. По этой зоне. Вот, это я вам сказала, что по заглублению, кто понятно про заглубление, вот это основное, вот что значит, объяснила ли я вам, что значит оживить цвет. Если вы все поняли, пожалуйста, напишите плюсики, что вот эту тему я до вас донесла, потому что до сих пор кто-то задает вопрос, что нужно сразу же резко все прям в ноль убрать, подчистую, то есть, вот ревайвинг, он именно мягко высветляет цвет. Кто все это понял, поставьте, пожалуйста, плюс, и мы переходим дальше. Нюансы в работе. Что нужно знать, когда вы работаете с ревайвингом? Сейчас большая такая тенденция явная прослеживается, когда мастера, да, просто очень поверхностно в основном работают, да, такие легкие воздушные работы сейчас, напыление, да, там разное название у техник. Но когда вы просто там единичкой, такие легкие-легкие там поцарапывания, в такой технике мастера напыляют брови, да, например, и когда те мастера, которые привыкли работать более так поверхностно, когда они начинают работать с ревайвингом, бывает, что выясняется, что у них сразу же не получается такой эффект, и поэтому вот сейчас я на этом заостряю внимание, что ревайвинг нужно, когда вы с ним работаете, поскольку он очень деликатно, да, так смягчает цвет, его нужно просто укладывать плотно. То есть если вы привыкли вот так напылять и ревайвинг вот так пройтись напылить, у вас эффекта явного такого не будет, поэтому его нужно наносить плотно, смело, но это не значит травматично, то есть не глубоко, не нарушая работу сосудов, да, то есть нам, мы работаем деликатно, потому что когда вы работаете с удалением, я не знаю ваше оборудование, я не знаю ваши руки, я не знаю ваш темперамент, да, как вы работаете. Но у нас есть чат, например, в телеграмме, там более, почти 600 мастеров уже, да, и вы мне кидаете работы травматично, то есть я не знаю, девчонки, да, ваши руки, ваше оборудование, мы лично там, вы никто у нас не учился, ну, точнее, бывает, что в основном вы у нас не учились, и я не знаю, на чем вы работаете. И поэтому, что я заметила, что те мастера, которые привыкли работать поверхностно или на более таких высоких скоростях, например, то, пожалуйста, имейте в виду, что когда вы начнете удалять, с этой кожи надо будет потом работать дальше. И берегите, пожалуйста, кожу максимально ваших клиентов. Если вы уже начали работать с перекрытием, вы понимаете, что когда кожа с предысторией, уже на ней не так укладывается и пигмент, и цвет, и поэтому, когда вы удаляете брови, пожалуйста, будьте вообще деликатны. Вот, и поэтому вам нужно вносить ревайвинг смело, плотно, но не травматично. Спокойными движениями. У нас есть видео на моем YouTube-канале, если вы зайдете, Еселевич Наталья, есть видео, и в чате мы тоже это видео скидываем, просто его записала. Процедуру ревайвинг, да, там показано, что плотненько, спокойно, в один плотный проход вы его укладываете, и все. На что мы ориентируемся? Поскольку, когда вы начинаете работать с ревайвингом, он чаще всего в начале, он такой прозрачный, и не видно, да, как цветом работаешь, а сколько вы уложили. Я, например, и многие вот наши коллеги уже ориентируетесь просто на такое ощущение, у всех по-разному, но в основном это ощущение такого тепла, легкого жжения, клиент может быть немножко спустя, там, через 5 минут он почувствует. Вот вам главное уложить ревайвинг, сам препарат, до слоя, до того места, где залегает пигмент. То есть, если совсем поверхностно, то есть не будет никаких тепловых ощущений, это значит еще нужно работать поплотнее. Вот, поэтому этот важный нюанс, вы проходите плотно, смело, но не травматично. Кто понял, полайкайте по экрану, я пойму, что я до вас это донесла. Конечно, через прямой эфир вот так общением это сделать сложно, но опять же, говорю в Телеграме, на Ютубе вы обязательно посмотрите, пожалуйста, видео. В Телеграме все еще раз, мы там много все это обсуждали, и мастера, мы обмениваемся опытом. Кто еще не в чате, в конце эфира я расскажу вам, как в него попасть. Вот, и поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали, главное, да? Я надеюсь, здесь думающие мастера, и вообще как-то по моей практике, что вот работает на шестом чувстве, мастера думающие деликатные должны быть вот в основном здесь, кто проявляет интерес к этим стабильным пигментам. Дальше, девчонки, по поводу следующего нюанса важного в работе с ревайвингом, это обязательно нужно его взбалтывать, обязательно, то есть когда вы прям очень хорошо, когда больше половины вы уже расходовали, обязательно всегда прям каждый раз хорошо взбалтывайте, это два. И сейчас очень классная новая упаковка у ревайвинга, она в квадратной такой, сейчас очень стильная, но уже давно достаточно, уже по-моему почти полгода, ревайвинг сейчас в новой мягкой красивой упаковке, в квадратной, вот в такой, да? И поэтому сработать с ним стало еще комфортней. Возможно, в процессе, когда вы вносите ревайвинг, легкое побеление, оно должно быть, да, когда вы укладываете плотно, у клиента просто будет немножко зона удаления белеть, сам состав, когда будет оставаться, вот это значит вы много, классно его укладываете. Вокруг, конечно же, допустимо красное покраснение, как правило, эта гиперемия проходит там в течение пары часов, это вы не переживайте. И потом повторяем процедуру спустя примерно месяц. Ну, все то же самое, как при процедуре татуажа. Следующий нюанс, что, как я уже сказала, можно использовать сразу же после процедуры в том числе, то есть либо через месяц, либо через, вот сразу же в моменте, потому что иногда пишут, звонят клиенты, да, кто сделал неудачно, через неделю хотят прийти. Мастера пишут, а можно через две недели я удалю. Нельзя, ждем, выжидаем этот период. И просто, как я уже сказала, да, вот важный пункт, что с ним работать гораздо спокойнее, когда он у вас есть. Примеры удаления я вам сегодня показала. Давайте еще раз, да, пробежимся по губам, то есть вот, как просто деликатно он высветляет этот цвет. И еще есть очень классные у ревайвинга возможности дополнительные. Эти уже процедуры я рекомендую делать тем мастерам, кто уже знает, видел результаты в удалении ревайвинга, кто уже понял, как его вносить поверхностно-плотно, то есть не, если не так, что вы только-только начали работать, и сразу же переходить к вот этой возможности, которую я показываю. Смотрите, что ревайвингом еще возможно, это удаление пигментных пятен. Почему я именно обращаю внимание, что это уже для опытных мастеров, кто работает с ревайвингом, потому что все-таки вы уже должны ощущать поверхность, ощущение кожи у вас должно быть, сколько вносить, потому что если начинающий мастер, который, если еще пока работает травматично, начнет работать сразу же с пигментацией, есть риск получить посттравматичную пигментацию, чтобы вот таких случаев не было, я все-таки убеждена, что работать нужно с пигментацией тому мастеру, кто уже имеет результаты работы с ревайвингом в татуаже. И вот эта возможность, очень классно, смотрите, пример, это удаление пигментных пятен, потому что это самое сложное в косметологии, это дополнительные такие возможности ревайвинга, и вот этот случай, смотрите, здесь вот это пятно спустя 8 месяцев. Если вы спросите у любого косметолога, просто у нас, Веселевич, в студии есть косметологи и дерматовенерологи, лечение пигментации, это всегда одно из самых сложных таких случаев, да, у пациентов. И пигментация, то есть или лазером, либо там какими-то пилингами она может возвращаться. Здесь вот через 8 месяцев точечно, очень деликатно проходим ревайвингом, и вот спустя это просто мы экспериментировали тоже на наших девчонки-модели, кто клиенты, мы пробовали. И вот девушка, помню, прилетела с другой стороны, и вот она вернулась через 8 месяцев, и вот пятна так и не было, видите, то есть он не возвращается. Но опять же, все индивидуально. Вот, но только вы поняли, да, что работаем опытным. Естественно, у ревайвинга есть все соответствующие документы. Это абсолютно все. Как заказать, вы уже знаете. И сейчас вот давайте слайд. Уход после процедуры. Уход после процедуры достаточно простой. То есть когда вы проработали, вот все как при перманенте, по сути. Что мы исключаем? Распаривание, размачивание, баня, солнце активное, да, там, зону бережен, зоны удаления. Далее, клиент, естественно, не пользуется декоративной косметикой в зоне бровей. То есть ни гели там, ни тонально, ничего, чтобы не попадало. Она наносит тонким слоем вазелин в течение 5 дней. Или средство на его основе. То есть тоненьким слоем 5 дней вазелин. Все. Потом примерно на 5-6 день мочить можно, размачивать нельзя, да. То есть она приходит обязательно после процедуры умылась, с мылом хорошо промыла. Например. И потом просто, ну как обычно, то есть наносит просто вазелин и меньше, тут трогает свои брови там или губы, или веки, чтобы удаляли. Я на вопросы сейчас позже чуть-чуть отвечу. Вот я вижу, что вы пишете, это классно. Смотрите, дальше по поводу ухода. Если все отшелушится вот на 5-6 день, потом, пожалуйста, она может подкрашивать до следующей процедуры удаления. И что может произойти в первые 5 дней? Чтобы вы не удивлялись. И клиентов предупредить. Если вы удаляете татуаж с губ, первые несколько дней цвет на губах может казаться ярче клиентам. Чтобы они просто не удивлялись. Пигмент по-разному. Во-первых, сам состав краски, да, у всех разный. То есть может пигмент, если вы розовый были, он будет ярко-розовый там несколько дней. Иногда такое происходит, чтобы клиентов предупреждали. Она не паникует, она знает, что у нее просто потом отшелушится там на 3-4 день и все. Бывает покраснение, если, например, клиент, вы когда удаляли ревайвингом, и мы, возможно, травматично где-то работали, и если там много было жидкости, лимфа выходила, и она не промокнула, какие-то корки будут. Поэтому обязательно через 2 часа вы смываете зону удаления, чтобы никаких там ни корок, ничего, все деликатно. Если вы будете работать поверхностно, не нарушая работу сосудов, то и заживление будет, конечно, очень комфортным. Это тоже важно учитывать. Про пост-уход, по-моему, я рассказала все. То есть, если у вас остался вопрос по поводу пост-ухода, вы, пожалуйста, его задайте, что еще было непонятным. И я сейчас, когда дойду до ваших вопросов, я вернусь. Вот. Дальше, девчонки, смотрите по поводу. Хотела сейчас вам рассказать, как же попасть в чат. Все на самом деле просто. У нас есть чат каждый день, у нас есть с вами онлайн поддержка, любые вопросы по выбору пигментов, по нюансам, если там по ревайвингу, тому же обязательно. Вы задавайте. Вы напишите сейчас в личку, хочу вот сюда в аккаунт 6 чувства, напишите, хочу в чат и хочу чек-лист. Чек-лист мы вам скинем по подбору пигментов и скинем ссылку на бесплатный чат, где общаются почти 600 мастеров, мы помогаем вас и поддерживаем. Поэтому обязательно, кто еще не в чате, приходите, я вас буду там поддерживать сама. Вот, я вам буду отвечать. И по поводу тоже пигментов, по заказу пигментов, да, вы тоже можете в дирекцию писать. Наши менеджеры и Светлана, девчонки, очень оперативно всегда стараемся отвечать. Доставка до двери онлайн, есть самовывоз и в Москве, и в Новосибирске. И можно через сайт, и отправляем не только по России, отправляем и в любые, почти, кроме Украины, кроме Белоруссии и Казахстана, но отправляем почти в любые страны. Это тоже можно. Пожалуйста, не сюда, а пишите, хочу в чат, в личку, потому что прямой эфир, он не останется, и мы не увидим, кто. Просто напишите, пожалуйста, в директ. Итак, я потихонечку сейчас прочитаю ваши вопросы. Вопросы, вопросы. Москва, Саратов, Латвия сегодня. Ага, были, так, в конце. Виктория Подалова, тоже наша коллега-представитель Владикавказа. Вика, привет. Я сама засадила новичок, вот, и поэтому, если вы засадили, вы знаете уже, что такое, у вас получился хороший опыт, и вы знаете теперь, главное, как его исправить. Удалила, засады остались, может, неправильно. Смелее, просто вам нужно немножко посмелее. Эфир, я надеюсь, да, запись останется. Зеленый оттенок не уходит. Ну, я сейчас вам показала несколько примеров шикарных удаления зеленого. Ревайвинг с ревайвингом все уходит. Вот, кстати, тоже пример. Вот смотрите, как выглядит сразу же после процедуры, как раз, кстати, зеленые брови. То есть после процедуры такое легкое, немножко побеление вокруг легкой гиперемии. Вот, смотрите, салатовые брови за один раз. Вот вы видите, как после процедуры побеление такое, плотно уложен сам ревайвинг. Вот это, это хорошо, когда оно есть, и через месяц мы видим сложно удаляемый цвет салатовый, он замечательно ушел. Вот еще пример удаления зеленых бровей. Кстати, вот этот случай очень интересен тем, что эта клиентка, нас нашел муж этой клиентки, они потратили 60 тысяч на удаление. Есть, знаете, такой лазер, самый дорогой вообще, который есть лазер, там процедура удаления стоит 10 тысяч рублей. Они ходили 6 раз, и вот этот зеленый цвет, он стоял, они удаляли. И вот они пришли, сделали ревайвинг, и вот эта фотография на второй раз, перед вторым разом. И муж написал такие оды, говорит, я уже 60 тысяч потратил, а здесь он потратил там 3 с чем-то тысячи рублей, и он ура, аллилуйя. Вот этот вот случай такой был вдохновляющий у нас, мне он запомнился. Когда муж сам рассказал эту историю, что он в итоге понял, что что-то тут не то. Деньги тратят, а ничего не удаляется. Далее вопросы. Зеленый цвет я вам показала, да, еще раз так удаляется. Так, были еще вопросы. Какими движениями работать с ревайвингом и какой иглой? Рекомендованная все-таки игла самим создателем, это игла 3RL. Я знаю, что некоторые мастера ревайвингом работают и единичкой, но опять же, смотря какая заточка иглы, какая единичка, да, какой диаметр. То есть, если единичка будет, например, сама потолще, может быть, она там сороковка, тридцатка, какая-то не лонгтейпер, а медиум или шот, как вариант. Но лучше трешкой, начинайте с трешки спокойными, медленными, такими неразмашистыми движениями. И, в принципе, на ютубе я показывала основное, основной процесс там будет достаточно понятно. Потому что у нас в чате выкладывают мастера, кто у нас заказывает ревайвинг, делятся результатами и прям уже с первого раза у девчонок все хорошо получается, все уходит. Можно поподробнее по работе с пигментацией, есть ли разница? Здесь надо более еще деликатней, поскольку это лицо, поскольку это человек и так склонен к пигментации, а если вы... То есть лучше работать, естественно, без анестезии, очень поверхностно, немножко, очень деликатно и отпускайте. Поэтому я еще раз заостряю внимание, чтобы работали с пигментацией те мастера, которые уже получили опыт, хорошее удаление татуажа. А потом уже, чтобы вы смогли... Я вам показала возможности. И очень, кстати, вот что я забыла вам сказать. Шикарное преимущество ревайвинга в том, что он сглаживает рубцы. То есть при всей, при вот этих огромной телеге плюсов ревайвинга, он сглаживает рубцы. Почему, кстати? При... Это отмечено при работе с микроблейдингом. С микроблейдингом. Кто удалял микроблейдинг? Напишите, пожалуйста, восьмерки. Особенно, если есть кто-то, может быть, с лазером, если вы... Просто мы удаляли до ревайвинга много микроблейдинга, и он всегда уходит хуже. Потому что краска, как бы, немножко закапсулирована в микро, в микро, в микро, там, бывает и не микро, если это очень глубокий, да, такой травматичный. В рубце. У лазера принцип, он измельчает пигмент, самую частичку краски на мелкие, да, дробит ее, и организм выводит. А поскольку краска сидит в микро, вот в этом микро рубце, пигменту некуда выйти. И микроблейдинг лазером удаляется гораздо... Ну, вообще, очень сложно им удалить. Только происходит инверсия цвета. А вот ревайвинг однозначно, идеально подходит для удаления микроблейдинга, потому что он размягчает, сглаживает, вот эту... Изменяет текстуру кожи, и он помогает заживлению кожи, и он убирает эти рубцы. И мы, когда начали работать, вот тогда еще, там, 3, почти 4 года назад с ревайвингом, мы это заметили. И всегда теперь, когда приходит микроблейдинг такой прям активный, темный, мы всегда начинаем с ревайвинга. И, в принципе, очень много идем именно на ревайвингом. В составе, то есть он там меняет, то есть сам состав, это, конечно, к производителю, если будет у вас возможность. Я не химик, вот мне это, честно, не интересно. То есть я вижу результаты. Когда мы выбирали, на чем работать, удалять, например, я всегда просила, покажите мне удаление бежевого, покажите мне удаление зеленого. Результаты я практически не, ну я вообще не видела таких результатов. Я видела либо много рубцов после ремуверов агрессивных, действительно, когда прям были и атрофические рубцы разные, там, и гипертрофические, прям такие шрамы, покраснение кожи. Я боялась, я не лезла в работу, так более с агрессивными такими, да, с средствами. При этом эффекта я не видела, покажите мне зеленый, как ушел. А здесь я вижу, как удаляются все цвета, и поэтому мне даже, во-первых, мне сейчас часто не надо меня спрашивать, Наталья, как вы относитесь к такому-то, к такому-то. Я говорю субъективно свой опыт. Я не хочу ничего сейчас пробовать, потому что меня все устраивает. Клиентам раз комфортно. Я вижу, как уходят эти сложно удаляемые цвета. Я знаю, что невозможно сделать минус ткань, а наоборот смягчить кожу. И смысл я даже не хочу. Если только Алексей что-то создаст, прям что-то там новое, то тогда я что-то попробую. Сейчас нет, меня вообще абсолютно все устраивает. Вот, поэтому это состав такой, то есть он там помогает как-то заживать фибропластом, ну фибропластом, возможно. И это мы заметили. И сейчас, работая с ореолами, например, то есть я уже опытный, да, мастер, я вижу, как работает ревайвинг. Работая с ореолами, иногда, когда женщина приходит, мы даже ревайвингом проходим по ореолам, по рубцам. И она приходит через месяц, у нее не мягче. Тут надо, опять же, столько опытным мастерам, кто уже работает с ореолами. И кое-какие места она может реально ревайвинг сглаживать. То есть вот так вот именно в работе он раскрывается. И когда ты начинаешь помогать людям, действительно раскрываются такие рамки, и ты можешь там гораздо шире людям предложить и услуги, и помощь. И это классно. То есть поэтому создавался, конечно, ревайвинг не для работы с ореолами, но это такое, мне кажется, уже дополнительная возможность, что с пигментацией, что вот с этими вещами. Вот здесь, кстати, хорошие фотографии. Тут немножко я закрываю свои фотографии тут по размеру. В следующий раз изменим к эфиру. Вот там был очень случай такой тяжелый, с микроблейдингом очень таким засаженным. Так, друзья, были еще вопросы. Про пигментацию ответила. Состав весь на упаковке, срок годности. Когда вы скрываете? Там 2 года срок годности. Весь состав на упаковке. Я... Там много разных оксидов. Я сама не химик. Пожалуйста, мы можем вам отправить состав, если вы разбираетесь прямо настолько в химии, может, вам будет полезно, пожалуйста, мы вам можем скинуть. Это все без проблем. Сколько процедур удаления показанного примера пигментного вида? Одна, девчонки. Это все фотографии после одной процедуры. Можно работать с анестезией. Это такой вопрос, лучше без. Вот поскольку вы еще не начинающий, без анестезии вы лучше ориентируетесь на глубину кожи. Вот это ощущение, когда у человека появятся тепловые, немножко жжение такое, это нормально, в течение 10 минут. Поэтому лучше все-таки я советую без анестезии. И сам производитель тоже. Ну, это вы. Смотрите от региона, от клиентов, как вы привыкли. За счет чего сглажь трубцит? Я сказала, сохранится ли эфир? Да, я надеюсь, что я сейчас его сохраню. Ну, все, коллеги, если у вас вопросов нет, я надеюсь, что я сегодня вам сполна поделилась своим опытом, своей любовью. Я оливаю венки, реально могу говорить очень долго. Потому что приятно, когда ты можешь помочь людям. И вы потом со временем научитесь определять, но мы, естественно, не даем на консультации, это невозможно сделать, когда к вам первый раз клиент пришел. Пообещать, за сколько раз он уйдет, потому что удаление это такой процесс, потому что зависит от глубины, да, где лежит пигмент, от кожи человека, от ее обменных процессов, от качества. Вы же, бывает, не знаете, и чаще всего мы не знаем, какой пигмент, какой пигмент, как он будет уходить. Поэтому первая процедура, как я всегда говорю, она покажет. Не обещайте клиентам, сейчас я за раз там все вам удалю. Поэтому делайте свое дело, пожалуйста, качественно. Качественно и... Вот я хотела, у меня есть слайдик. Вот, вы пишите, обязательно помним, в директ напишите, хочу в чат и хочу чек-лист. Мы вам их отправим бесплатно, естественно, все. И вы, пожалуйста, вот я хотела вам слайд поставить, будьте профессионалами. Что бы вообще ни приходилось ни после вас удалять, ни вам свои работы не приходилось удалять. Итак, еще два вопроса. Три глага, какие движения? Девочки, у меня все на ютубе, посмотреть примерно можно. Ну, как в работе трешкой? Как и один или другие? Посмотрите, пожалуйста, видео. Я не знаю, как вы работаете один. Здравствуйте, не успела на эфир? Посмотрите, пожалуйста, тоже. Посмотрите, пожалуйста. На ютубе находите ревайвинг. Наталья Есилевич, у меня есть видео. Или напишите в чат в Телеграме. Это видео там тоже мы периодически кидаем. Когда новые мастера появляются, задавайте там тоже свои вопросы. Более спокойно, так плотненько вы его научитесь вносить. Ну что, я вам желаю роста. Я желаю так, чтобы вы не удаляли ваши зажившие работы. Я рада, что вы проявляете свою активность на эфирах. Девчонки, не здесь. Пожалуйста, в директ пишите «хочу» в чат, потому что по эфиру не будет никто переписывать ваши ники по аватаркам. В директ, пожалуйста, пишем «хочу» в чат. Вот. И если вам такая традиция понравится, выходить в прямой эфир и рассказывать про другие продукты компании, то, конечно, с удовольствием поделюсь опытом. Я вас всех благодарю за внимание, за вашу активность, что вы были с нами сегодняшний вечер. Будьте профессионалами. И до встречи, в общем, в чате, в Инстаграме и на Ютубе. И опять же, все, прощаюсь. Будьте профессионалами. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Продолжение следует...